Роман Благосклонно согласился сегодня ответить на ваши вопросы, на мои вопросы и небольшую экскурсию провести по своей студии. Да, такая небольшая домашняя студия, такой маленький безумный мир. Да, я прикреплю в описании к ролику предыдущую серию, где-то уже в том году я снимал отсюда тоже репортаж, но сейчас уже более подробно и Роман лично нам расскажет. Конечно, все начиналось с гитар. То есть сначала была одна, потом вторая, потом третья гитарка, комбик, потом второй комбик, все так потихоньку, потихоньку. Я больше на гитаре играю. Друзья, видите, как зараза на гитаре играть? Начнете с одной гитары, а закончится вот таким. Поэтому аккуратно. Да, 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 потом начинаю что-то покупать, докупать. А потом родилась идея записать хороший, качественный аналоговый звук. Я очень люблю аналоговый звук, настоящий звук. Ну и все, и вот понеслось. Одно, второе, третье. Но мне повезло, что я сразу познакомился с хорошими специалистами. То есть я не накупал ненужных приборов, которые потом приходилось много продавать. Мне сразу говорили, это стоит, это не стоит, это хорошее, не старое, не хорошее. И вообще этим советом надо в жизни пользоваться. Сразу искать профессионалов, которые на этом собаку уже съели, которые жизнь уже там прожили. Как к тренеру идти, слушаться и вот там уже все вникать и внимать. Да, правильно. Ром, давай начнем с гитар, потому что в основном зрители будут гитаристы. Давайте начнем вот отсюда. Гитары? Ну это... Это что за инструмент? Это овейшн. Это лимитированная серия, но типа ля, такого же, как на которой Владимир Иола играл. То есть он подключается здесь двумя входами. Один обычный джек, а второй компьютер подключается. И компьютер дает такие фантастические звуки, синтезаторы, реверы, дилеи, искажения и примешиваются к его нормальному звуку. А дека не деревянная, что ли? Я думаю, что это пластик. Да, это как будто карбон или что-то. Да, овейшн вообще, вот он датчик стоит, который сюда ставят. Вот здесь пульт управления, один блок это вот его родной, а второй, видимо, доведенный, где компьютером управляешь, меняешь пресеты. Меди, да? Да, меди, 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 да. Вот сама она звучит, ну как по пластиковому звучит, так и звучит. Ну да, ну мы на самом деле ее включали, я все хотел снять на ней что-то, какой-то обзор у ролики. Мы включали с Ромой через процессор, там, конечно, прям космос получается, когда подмешиваются всякие синтезаторы. Я там влюбился в это дело сразу же, да. Вот такая гитара. Это, ну, полуакустика, ну это полу Редсмит Маккарти, да, то есть она невероятно легкая. Она как будто вообще весит 2 килограмма или 1,5, потому что она полностью пустая, без центрального блока, здесь только маленький кусок дерева под брюджем. Мне очень понравился резонанс, когда ты играешь, ты прям телом чувствуешь, как гитара вибрирует. Вот звук там такой акустический, матовый, плотный, такой прям хороший. Ну, такой вариант. Ну, да, это Hollow Body модель, Hollow Body, а, не, Маккарти, Маккарти, Hollow Body, ну, да. Вот. Так, а это что-то какие-то за стеклом? Ой, здесь это Тейлор, тоже, ну, это новая гитара, в ней ничего там такого нет, просто, видимо, она у какого-то там класса, хорошего. Ничего не рассказать. А какая серия там 700 или там какой номер? К24SE. А, ну, я не знаток. Я тоже не сильно их не разбираюсь, просто мне визуально очень понравилось, по звуку очень понравилось, и вот как-то я люблю красивые вещи, которые еще хорошо звучат, да. А вот этот инструмент... Ух ты, подсветкой? Ну, да, они тут, онбоксы такие с такой темой. Вот этот инструмент, это 65-го года, редчайший гибсон, я вообще не думал, что гибсоны могут делать какую-то акустику, я сначала как-то очень с насмешкой на этом смотрел на это дело, но потом, когда мне принесли, и я услышал звук ее. То есть она просто, не знаю, как там на камеру передается или нет, но она очень сильно отличается от... Да, 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 слышно, ты на то играл сейчас, да. Очень такой звонкий, американский настоящий звук, но она старая вся, вот прям настоящая, 65-го года. Такой раритет. Да, выглядит прям такая прям... И сохранилась очень хорошо, главное прям... Да. Вообще в гитаре я люблю винтаж, как-то он по-особому звучит. Может мне так кажется, что он так звучит, и я думаю, что сейчас современные гитары тоже прекрасно делают, и звучат, и мастера есть, которые хорошо делают. Ну, это уже как бы дело такого вкуса. Блин, вот подсветка, это прям вообще... Да, это... Ребята наши в Москве делают вот такие боксы... А, это не американские, да? Не-не-не, вот они делают сами, руками своими боксами, причем там увлажнение стоит, датчик, испарения какие-то там, заливают жидкость специальную, и вот он поддерживает влажность. Вот. Так, ну, а мы все гитары, конечно, не будем сейчас, вот, которые висят, некоторые, покажи сам, которые тебе вот прям... Интересные или очень необычные? Ну, это в Калифорнии на аукционе взял, там Мальчин здесь расписался на ней, и это с его парка вроде гитары, ну, не с основного, у него там есть его пять гитар. Так, ну, нам пришлось выключить, включить камеру. Да, ну, мы не будем подробно за каждой гитаре, да, это шур, да, классический шур, хороший. Да, вот это, кстати, у меня был обзор на этот шур. Это новый Gibson, тоже custom, из дерева Коа, очень акусический звучит, я люблю акусический звук, и визуально очень красивый, хороший, да, очень красивый, такой, этот телик вы видели, какого-то мохнатого года, старого, даже не знаю, мне кажется, он сборный, но ты его сильно, да, я его так облепил, да, но звук у него тоже прям невероятный, один из редчайших звуков таких вот прям, такой акустики. Здесь это 73-й год, я его склопировал под себя, не собираюсь никому продавать, поставил датчики свои, бернакл, здесь стоит, бернакл, такой жесткий, она очень акустическая была, звенела, невозможно, а вот бернакл как-то, это, вот это новый, тоже гитара такая, ну, цвет на любителя и золото, все-то тоже на любителя, но вот этот гриф, как custom shot, да, толстенный, да, толстый гриф, и пятичеглаз, и жареный, жареный, да, очень сильный звук у нее, ну, короче, если я решу себя оставить, перекрашу другой цвет, сейчас у многих слушателей и смотрителей, наверное, ёкнуло, перекрасить custom shot, это 69-го года, гитара тоже себе склопировала, потому что не собираюсь никому отдавать, да, видите, друзья, 69-го года и склопирование Роман сделал, так что, да, легкий склоп, да, главное, ну, мне удобно играть на склопе, я люблю это дело, те гитары, которые точно от меня уже не уйдут, я их склопирую, правильно, прочие предрассудки, надо делать как удобно, да, это практически полусамодельный, и гриф самодельный, из какого-то черного, бразильского полисандра, а это Боди просто купил в Америке такое, сделал, тоже хорошая, ну, да, там кто-то, я видел комментарий, кто-то увидел эту гитару, где-то мельком на каком-то из видео, и подумали, что вот Тайлер Гитарс, есть такие Тайлер Гитарс, с такой, помнишь, мы это обсуждали, с башкой такой, где Тайлерс написано, нет, это Фендер, у них просто подобные расцветки, у Тайлер, тем более, он переделанный, здесь вот этого не было, здесь сюда джек вставлялся, мне это не понравилось, я вырезал здесь джек, поставил, ну, вот, гриф, это тоже, такой же, какого-то года, свои датчики поставил, тоже склопировал потихонечку, маленько, небольшой скалоп, вот, а вот это я делал обзор, это тоже сборка даже красивая, да, это мне в Новосибирске сделал мастер, представляете, здесь его уже доделывали, этот скалоп, то есть вообще мастеровая гитара, да, это самая первая гитара в Новосибирске, Виктор мне его сделал, но скалоп уже здесь, в Москве, доделали, то есть этот гриф тоже не ебанес, это просто он надпись, да, прилипел, вообще-то не ебанес, это просто гитара сделана по образу и по доебанесу, просто и ручка вот эта вот там, их знаменитая, вот, не, просто надпись, да, так очень, ну, прям, как будто оригинально, видимо, купил, приклеил декаль. А может это и не оригинально? Хорошая звучит, тоже неплохо. Бас висит так для басиста, который вдруг когда-нибудь придёт на студию и мы что-нибудь слабаем вместе. А вот, кстати. Это 1964 года, полностью стопроцентный оригинал. Единственное, что я сейчас только новые лады поменял. К ладам я отношусь как к струнам. Их надо менять, их надо оставить, чтобы было удобно играть. Просто коллекционная вещь, которая лежит в кейсе и не играет, это не мой вариант. Есть ребята, которые коллекционируют гитары. Тоже уважительно к ним отношусь ко всем. Ну да, это вот, получается, 64 года страты. Роман, здесь видите, смотрите, какая вот накладка. Ну очень тоненькая. Поэтому я лады поставил большие, но просто как бы немножко ближе к скалопе. Если скалопировать его не буду. Не фокусирует она. Ну, короче, лады уже, они ножками уже почти упирались в этот. В дерево. В дерево, да. Но звук, конечно, очень хороший. Мне нравится. Так, ну, Роман, расскажи, вот как гитару ты здесь включаешь? О, я маленько заморочился, вернее, очень сильно заморочился. То есть у меня гитара идет, ну, там, пара-тройку педалек. Я очень долго занимался поиском тех педалей, которые бы звучали, хорошо играли. В результате я целый чемодан подарил Диме. Еще там у меня этих педалей осталось. В общем, как-то с педалей я съехал. Потому что сами головы звучат хорошо и с перегруза хорошо. Вот я сейчас два англа, на англ это классика, которая непобедима. Да, вот Хайват тема, конечно. Да, и Хайват, и Маршал, я считаю, это то, что переплюнуть практически невозможно. А что касается вот Дистошина такого хорошего, вот тут два англа, скажем так, один артист какой-то, я у них сильно мало понимаю. А у тебя не было, Николас Ричи Блэкмора подписано или Стив Мурзе? Стив Мурзе была, но я его сейчас продаю, потому что эти понравились больше, да. Это тоже артист какой-то идишный. А я играл как-то на Ричи Блэкморе тоже. Вот он, вот эта модель его. То есть он, может быть, цвет другой там. На англ, да, это прикольно, конечно. Вот, у меня все заведено в головы, поэтому распределяется все вниз туда, на три этажа. Там стоит Тон Студия, я думаю, вы видели в прошлом видео. Да, то есть у тебя в подвале стоят кабинеты с микрофонами обвешанными и идут провода вот сюда наверх, да? Ну, можем сегодня что-то спуститься, один видик маленький записать. Там стоит Маршал, Энгл, там еще какие-то кабинеты, и на каждый кабинет приходят там три микрофона. Вот, и здесь звук раздваивается, он идет на два кабинета, и шесть микрофонов снимают одну гитару. Вот, и это все заводится на пульт, здесь все обрабатывается компрессорами, эквалайзерами. То есть каждый, вот видите, подписан каждый микрофон, можно увидеть, то есть это один кабинет, SM, E906 и FET, ESM, E906 и Rower черный. Вот, но сейчас я здесь, бывает, меня не E906, а E421 ставлю, тоже хорошее. Вот, дальше идет линейка всех эквалайзеров, потом компрессоры идут, все. А эквалайзеры и компрессоры железные, вот из той стойки, или в пульте они идут? В пульте, вот эквалайзер, а вот компрессор, да. А, я понял. Потом это все заводится на стереопару, на два вот этих канала, вот Энгл и Маршал, да. Вот, и финально их выводим на компрессоры, вот эти дистрессоры, знаменитые компрессоры очень хорошие. Вот, и все, и звук такой плотный, Apple или мясистый. Ну и вот из этой стойки ты берешь и ревер, и дилей, да, какие надо, да? Вот конкретно с этой стойки мы берем, это преампы, это куда идут микрофоны. Это вот Нимовские 1073 мастеринговые идут. То есть микрофоны, которые на кабинетах стоят, они приходят в эти преампы? Да, они приходят сюда, вот V402, новый преамп, сделанный сейчас. Нойманский. Да. Современно это Штудеровские преампы, это Telefunken у меня, это V72 SIMS тоже такой, API. Ну вот в эти распределяются микрофоны по-разному. Потом уже обработка, это вот эта стойка идет. То есть мы обрабатываем двумя дилеями, потому что это стереофонический дилей, то здесь вот... Какие-то такие прям 80-х годов, что ли, да? Ну старые, да, мне очень нравится. Выглядит прям классно, как в старых видеошколах, как у Стива Люкатора там, да. То есть на один канал я ставлю 410, на второй 450. С задержкой? Да, да, они разные получаются. Да, по центру 550 я бью вторым дилеем, и на панораму еще одним. Кажется много, но на самом деле я пробовал разные варианты. Это вкусовщина, чисто каждый может по-своему делать, но когда вы делаете хлопок в большом зале, вы слышите отражение с разных углов, с разных моментов, и когда их всех собираешь, получается объем. Да, да. Вот. Плюс реверы подключены, еще вот лексикон 480 и внизу стоит плейт EMT 140, это такая 300-килограммовая пластина здоровая, металлическая, которая дает аналоговый звук. Короче, я сумасшедший... А, вот еще ребят. Очень сильно рекомендую вот этот хорус, он ленточный. Вот. Ничего круче этого хоруса я не слышал в жизни. Вот я даже второй себе купил, потому что один идет на вокал, кто вокал-то пишет, один на гитару. Звук гитары просто обогащается, ну, как-то сказано. Ты меня включал, да, очень круто. Появляется вот этот настоящий рум, который должен быть. Все, и мы вот этот стереофару сейчас слышим. Здесь все это играется. То есть с колонок поднимаются микрофоны сюда в преампы. С преампов они заводятся в пульт. Каждый обрабатывается эквалайзером, компрессором, выводится в стереопару. Все, гитара готова. Ну так, заморочно немножко. Но качество прям меня удовлетворяет. А вот там еще, Рома, расскажи, а вот это что такое? Знаешь, это я купил такой рандал, фирма была. Или она есть, рандал, да. Они создали такой мультиблок. И каждый вот этот преампик, да, это как бы типа голова. Вот GMT, да? Вот GMT. Это вот та же самая голова. То есть там у них стоит один наконечник и вот куча преампов. А, то есть внизу один наконечник и просто втыкаются вот эти. Потом на них подали в суд и вроде они закрыли эту историю. А, типа Рэндалл Делюкс, Рэндалл Блэкфэйс, Рэндалл Плекси, Ультра, Твитплейт. Ты знаешь, они хорошо звучат, потому что мы тестили. Да, да, да. Ну вот эти головы все равно. Ну, конечно, да. Здесь все-таки сам размер уже дает на себе. Вот начинал я с кемпера. Я думал, что все это, я победил все истории. Больше ничего не нужно было. Ну, в общем, я считал это ровно до тех пор, пока не включил кричать обратно маршал. Да. И все стало обратно на свои места. Теперь он у меня выключенный стоит. Продавать буду сейчас. Это стоечка с клавишными. Я как-то услышал Дип Эппл, там был Лэзи и там был Хамот. И это мне звук этот. Меня просто поразило. А, у тебя же там настоящая Лесли колонка. Да, это же, друзья, это же не просто так, это вот. Да, и вот он Лесли. Сейчас я покажу. С другой стороны крутится вся эта штука. У меня классик еще тот, поэтому вот. Мук стоит. Аналоговый селизатор, тоже мощнейшие звуки. Но сейчас не буду включать, потому что настраивать надо. Вот. И корк, абсолютно универсальная штука. А, вот вам могу одну фишку рассказать. Это вот, я сейчас уже записывали пианино. Смотрите, что мы делаем. То есть мы, например... Та-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам. Чего выключили его? Чего выключили его? Чего выключили? Почему у меня перестал звучать? А, да, калки. Вот. Вот играет обычная, ну... Это электропиано. То есть его можно регулировать. А, то есть сейчас молоточки только для вида, они не работают? Да, они не работают. Они только для... Да, да. И это пиано, оно расстроенное. То есть, ну, месяца 4 или 5, вообще не настраивалась или даже... Ой, год, наверное, не настраивалась. И каждая струнка поехала влево-вправо, влево-вправо. И тут я обнаружил такой эффект просто фантастический. В общем, я его не буду настраивать ни в коем случае. Вот смотрите. Так, теперь включаем струны. Форус такой. То есть, если звучит один хорус, без этого труба... Выключаем... Вроде ничего, но... Вот, и вот эту историю я снимал... Это Shops микрофон очень старый, тоже знаменитый. Это стерео микрофон, но вот так, с двумя полями. Мы его еще на барабанах хорошо используем. Вот, это Lomo, знаменитый российский микрофон. У него такой же капсул, как у этого... 414, кажется, да. У него, в общем, такой модель записывался Фредди Меркьюри. Это 30-го года Telefunken, или Neumann. ВСМ, или как он называется. Господи, я не знаю их названия. СМВ-3, можно потрогать. СМВ-3, да. Здесь капсуля М5 стоит, ставится М7 и М9. Кто там... Прошаренные, есть ребята, которые понимают. Все, и вот и рояль снимается. Здесь микрофон, здесь микрофон. И вот сзади рояль ленточный. Которые внизу такие снимают. Ленточка, она такая... Блин, так то есть можно вообще прям разбежаться. Да, и зуб поэтому получается такой очень богатый. Настоящий зуб. И получается, что не шипело. Да, друзья, вот колонки, видите, да, очень много... А, с колонками. Не, просто хочу сказать, что как бы они стоят по всему периметру. И здесь вот разные мониторы ближнего боя, большие. И они еще по бокам стоят. И то есть когда здесь вы находитесь, прям можно включить... Сзади игровые мониторы, чистую гитару. Выбить, чтобы здесь в студии было как... Да, но просто здесь, если все включить, то получается, прям вы стоите в центре звука очень как бы... А, и вот, кстати, вот это же аналоговый монитофон, да? То есть получается... Да, это трехканальный ленточный монитофон. Можно все на него записывать. И им хорошую компрессию дает звуку. А сейчас ты временно снял, что ли, бобины, да? Ну, просто пленку ставишь и все. Он полностью готов, он полностью работает. Через него весь звук идет. Тракт через него весь сделан. Ну и при этом ты можешь писать и просто в Logic, да? Да, 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 вот мы записывали. Да, мы, кстати, да, сейчас с Романом уже записали, поиграли, поимпровизировали джем. То есть в конце этого видео я тогда прикреплю нашу совместную импровизацию на гитарах. Вот, так хорошо вышло. Пром, а покажи еще, здесь есть барабанная комната, я знаю. Да, есть двумком. Мы настроили маленькую комнату такую. Вот. Ну, я вообще ни разу не барабанщик. Это мне отец профессионально барабанит. Вот. Ну, звукорежиссеры, кто снимал, ну, озвучкой занимался. Вот смотрите, два микрофона на каждый барабан. Здесь 421-я, снизу шур идет. Ага, 57-й, да? Да, и вот они заходят в один канал. И так каждый барабан двумя микрофонами снимается. Ну да, красиво. Мне очень нравится эта стойка, она такая большая и красивая. Снимается. И высоко. Да, комната двумя микрофонами. Причем такой высоте. Это правильно звукорежиссеры поставили высоко, да? Да, да. Это еще низко, надо прямо туда его не дотянули. Ага. Перл. Есть барабанщики, кто смотрит? Да, да. Перл. Перл. Референс. Какие-то. В общем, Перл. Да. Да. Так что. И там уже в студии все обрабатывается это. Каждый барабан. Так. Что-то плодопитально стоит. Типа. Ну. Так что. Такие там колонки стоят внизу. Маршаловские. И здесь по три микрофона. Одна маршаловая. И так поставил мониторинг. Да. Класс. Ром, ну спасибо тебе огромное за экскурсию. Вот. Друзья, ставьте лайки, пишите комментарии. Будем знакомы, да. Будем знакомы. Вот, да. Может быть, если наберутся еще какие-то вопросы. Еще что-то. Может быть, потом Роман благосклонно еще нам ответит на какие-то вопросы. Вот. Так что спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. Пока. А сейчас в конце будет наш совместный джем с Романом. Все, Ром. Пока. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Микрофоны, конечно, я люблю 421, но у меня пока сейчас они все на барабанах, поэтому я 906 повесил. А, кстати, не думал, помнишь, я тебе рассказывал, где-то я читал, что иногда ставят, чтобы такие автоматические салазки, чтобы двигать микрофоны и прямо сверху, это уж совсем перебор. Ну, я уже понял, что звучит и так хорошо, вот можно еще какие-то хайват попробовать, какой-то мастеровый кабинет. А, я видел такую контору где-то. Фейны там что-ли стоят. Я видел такую где-то в ВКонтакте, что ли, какую-то фирму нашу. Фейны стоят где-то. Ну, здесь, да, короче, все в звукоизоляции, это в подвале, друзья. Да, это так душновато. Ну да, если здесь включить погромче, кого-нибудь закрыть, потом уж точно гитару возненавидеть можно. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok